Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Светлячки. Завтра я напеку пирогов, обязательно приходи. Хорошо. А почему Луна с каждой ночью становится все меньше? Неужели она совсем исчезнет? Обязательно исчезнет. Но потом снова появится. У нас всегда так. А что это за точечки вокруг нее? Это звездочки. Когда исчезает Луна, они освещают путь. Ну, беги в свой домик, пока совсем не стемнело. Ага. До свидания. Звездочки. Разглядеть бы их поближе. Заберусь повыше. Луна исчезла. А где же звезды? Как же я теперь домой пойду? Стало так темно и тихо. Ах, как громко и светло. Звездочки. Вот они где. Свалились на Землю. Что же с ними теперь будет? Тим, зачем мы улетели так далеко? Как мы теперь вернемся? Не плачь, Дина. Мы что-нибудь придумаем. О! Мы доплывем на лодке. Прыгай. Какой сильный дождь. Надеюсь, Лунчик успел дойти до дому. Надеюсь. А-а-а! 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 Тим! Дина! Тим! Дина! 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 Ой, звездочка. Отпусти меня! Кто ты такой? Я Лунтик. Я тебя из воды вытащил. Из-за тебя мы чуть не погибли. А Дина унесло течение. Кто ее теперь спасет? Не бойся. Я спасу ее. А тебе лучше посидеть здесь. Смотри, ты совсем погас. Я просто промок. Дина, моя сестра. Если ты не возьмешь меня с собой, я заберу. Хорошо, хорошо. Пойдем вместе. Дина! Дина! Подожди, мы идем за тобой. Хорошо еще, что Дину видно. Ой! Скорее, что-то случилось! О, она упала в воду! Кажется, это она. Да, это я! Это вы? Здравствуйте. Здравствуйте! Хватают меня посреди ночи все, кому не лень. Простите. Она там! Надо ее спасать! А то вода скоро затопит пень! Я нашел тебя, звездочка! Не подходи ко мне! Я хочу тебя забрать! Не подходи, а то хуже будет! Дина! Дина! Мы построили мне домик, и с тех пор я живу здесь. Звездочки! Вы опять светитесь! Мы не звездочки! Мы светлячки! Светлячки? Ну да, мы живем на земле, а звездочки на небе. А где же они сейчас? Их тучи закрыли! А, поэтому так темно стало. Как же я до своего домика доберусь? Мы можем тебя проводить! Конечно! Посмотри, как мы светимся! Удивительное дело! Светлячки действительно освещали путь. Лучше любого фонарика. Интересно, как это у них получалось? Вот и мой домик. Спасибо, что проводили. Это тебе спасибо! Да, спасибо тебе! Ну, мы полетели домой. Пока, Лунтик! До встречи! Пока, светлячки! Какие они красивые! Жалко, что я не могу так сиять. Я бы тоже освещал путь. Совсем как звезды. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Кактус. Я устал! Тебе, кактус, дороже меня! Вот, местечко подходящее. Ой! Что разлегся? Быстро беги к Лунтику, пусть попросят у деда Шера фотоаппарат и даст его нам. Пупсень, подай! Пупсень, принеси! Представляете, Пупсень с Вупсенем будут кактус фотографировать. Зачем? Да, что такого в этом кактусе? Он всего раз в год цветет. А-а-а! Ну как, он еще не зацвет? Мой кактус особенный. Он ночью зацветет. А-а-а! Э, чего уселись? Мы хотим посмотреть, как он зацветет. Это мой кактус. Идите отсюда. Малявки ночью спать должны. Ну, пожалуйста. Нечего-нечего. Потом фотографию покажем. Может быть. Хе-хе. У меня глаза как-то сами закрываются. А-а-а! Совсем не хочу спать. Вот и отлично! Разбуди меня, когда зацветет. М-м-м. Не расцвел. Эй, ты чего спишь? А если бы цветок распустился? Это же ты спать не хотел! Недотёпа! Мы могли все пропустить! Пупсень, Пупсень, доброе утро! Вы сфотографировали кактус? Он еще не зацвел! Да, надо ждать следующей ночи. А вдруг мы опять проспим? Вот я бы ни за что не уснула. И я! Я бы дежурил всю ночь и вас бы разбудил. И я! Да? Ладно, оставайтесь. Посмотрим, как вы не уснете. Ура! Надеюсь, эти гусеницы не сломают наш фотоаппарат. Может, не стоило его давать, если ты так беспокоишься. Бабуля, дедуля, Пупсень нам разрешил посмотреть, как цветет кактус. Отлично! Тогда я за фотоаппарат спокоен. Возьми пирожков и угости друзей. Спасибо! Ну, когда же он зацветет? А тебе что, спать захотелось? Дежурь, давай! Чтобы не спать, надо разговаривать. М-м-м, я... спят. А вот я не засну. А-а-а! 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 Проспали! Проспали! Мы, да мы, да мы не уснём! Смотрите, он ещё не рассел! Фу! В следующую ночь он точно зацветёт! А вдруг мы опять заснём? Да, наверное, никто не сможет ждать всю ночь. Светлячки смогут. Они никогда ночью не спят. Точно! Давай их позовём! Извините, что разбудили. Вы нам не поможете? Понимаете? Кактус ночью цветёт. А мы засыпаем. Ничего не понимаю. Говорите медленнее. Пути всех! Просыпайтесь! Кактус цветёт! Просыпайтесь! Ура! Цветёт! Ура! Просыпайтесь! Кактус цветёт! Кактус цветёт! Наш красавец! Не наш, а мой! Здорово, что у тебя есть такой кактус! Сфотографировать цветущий кактус было совсем непросто. Зато теперь друзья могут любоваться им, когда захотят. Однажды на луне родился необычный малыш. Я родился! И случилось так, что он попал на землю, где нашёл много новых друзей. Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Что-то ничего не получается. Может, надо прогуляться? Прогулка. О чём бы мне написать стихотворение? Добрый вечер, дядя Шнюк. Дядя Шнюк! А? Здравствуй, Лунтик. Гуляете? А я тут... Ну да, погулять вышел. Здорово. А можно мне с вами? Ты знаешь... Ну хорошо, можно. Только не отвлекай меня. Ладно? Дядя Шнюк, а куда мы идём? А что мы там будем делать? А зачем вам бумага? Лунтик, видишь эти звёздочки? Ага. Иди впереди и следи, чтобы мы шли точно к ним. Понятно? Хорошо. Ой, дядя Шнюк, а если звёздочки перелетели в другое место? А? Да-да. Вперёд, к звёздочкам. Угу. Угу. Ерунда какая-то. Надо ещё подумать. Я понял. Это не звёздочки. Это светлячки. Дядя Шнюк, сейчас я познакомлю вас со своими друзьями. Ой, а где дядя Шнюк? Что-то не сочиняются стихи. Даже прогулка не помогла. Пойдём домой, Лунтик. А? А где Лунтик? Дядя Шнюк! Лунтик! А? Ты где? Я здесь. А вы где? Дядя Шнюк? Лунтик! Дядя Шнюк! Дядя Шнюк! Лунтик! Я здесь. Ну где же ты? Дядя Шнюк! Ой, Дина, смотри. За Лунтиком бегает паук. Какой он страшный! Лунтик! Привет! Тсс! Говори тихо. Почему тихо? Потому что за камнем сидит огромный и страшный паук. Надо бежать отсюда. А-а-а! Наконец-то я тебя нашёл. Не трогайте его! А-а-а! Не трогай его! Это дядя Шнюк! Он добрый! Дядя Шнюк? Дядя Шнюк! Простите моих друзей. Это светлячки. Дина и Тим. Значит, светлячки. Очень кстати. А-а-а! Может, вы нас проводите домой? А то уже совсем стемнело. Можно и заблудиться. Ах, да, конечно. Проводим. Всегда рады помочь. Хорошо. Хорошо идти за светлячком. Хорошо быть пауком. И идти за светлячком. Хм. Неплохо. Хорошо быть пауком. И идти за светлячком. Он летит во тьме ночной, Под сияющей луной. Ну вот, мы и пришли. Отличное стихотворение. Надо записать. Спасибо же прогулку. Теперь всю ночь буду стихи писать. Да. Хорошо мы погуляли. Даже спать не хочется. Так пошли еще погуляем. Пошли. От хорошей прогулки Можно всего ожидать. Может, Лунтик со светлячками Тоже сочинят стихи или песенку. Однажды на Луне родился Необычный малыш. Я родился. И случилось так, Что он попал на землю, Где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, Мы с вами сейчас и узнаем. Не спать. Лови! Солнце уже почти село. Надо идти домой. Ага. Надо хорошенько выспаться, Чтобы набраться сил. Завтра же соревнования. Точно. Нам тоже надо выспаться, Чтобы за тебя болеть. Тогда до завтра. Пока. 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 Пока, Кузя. Привет, Лунтик. Привет, Лунтик. Привет. Ты не забыла, Что мы сегодня идем гулять? Нет, что вы. Ночную прогулку я не пропущу. Лунтик. Дина. Лунтик. Тим. Лунтик. Дина. Не поймал, не поймал, не поймал, не поймал. Я иду искать. Ку-ку. 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 Нам спать пора. Пока, Лунтик. Пока, Лунтик. Привет, Лунтик. Ты уже проснулся? Привет. Привет, ребята. Идемте скорее. Соревнования вот-вот начнутся. Да, надо поторопиться. Лунтик, не отставай. Ага. Ой, здравствуйте, дядя Корней. Здравствуй, Лунтик. Чего это ты в мою нору упал? Спишь на ходу? Да. Ой, то есть нет. Я на соревнования опаздываю. Давай, давай, скорее. А то не успеешь. Оп, оп, оп. Давай, давай. А соревнования здесь? Конечно. Еще какие. Мы соревнуемся, кто больше съест травы. Ну, чего ждем? Давай, давай. Ура, победа! Победа! Ура! Ой, 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 ой. Видели, как я ловко подхватил ведерко? Еще бы миг, и наша команда проиграла бы. Лунтик, ты что делаешь? Иду на соревнования. Соревнования уже закончились. Ты все пропустил. Пропустил? Ну вот. Не расстраивайся, сейчас мы будем праздновать победу. Ага, баба Капа позвала нас всех в гости. Лунтик, ты чего, идешь? Ага, только мячик отнесу в домик, а то он мне мешает. Ну, давай, приходи обязательно. Праздник я точно не пропущу. Ну, совсем немного осталось. Давай, давай. Эй, эй, не понял. Лунтик, он в домике. Я так и думала, что он тут. Ой, простите, я уже иду на праздник. Праздник уже закончился. Ты опять все пропустил. Ну вот, зря я гулял всю ночь со светлячками. Так ты не спал? Я не хотел пропускать интересные игры. Ты что, Лунтик? Надо обязательно спать. Теперь понятно, почему он такой странный был. Сил не было. Как жалко. Я пропустил все интересное. Ах. Да ладно, Лунтик. Завтра тоже будет много интересного. Ага. Столько всего будем делать. Так что тебе надо набраться сил. И хорошенько выспаться. Да, точно. На этот раз я свой сон не пропущу. Если долго не спать, то потом можно проспать все на свете. Теперь Лунтик это понял и решил хорошенько выспаться для завтрашних игр. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Праздник. Ну вот, мое задание к празднику цветов почти выполнено. Осталось приготовить пирог. А у других какое задание? У каждого свое. Шершуля, например, готовит место к празднику. Лунтик. Деда Шер. Тсс. О, Шершуля, ты уже нашел место для праздника? Да, отличное местечко. Осталось только украсить его. Можно я тоже украшать буду. Это будет мое задание. Конечно. Помоги, дедуля. Лунтик, я тут хотел сказать про то место, что я нашел. Здорово, соседи. Готовитесь к празднику? Да. А вы что делаете? Вот, плиту праздничную скатерть. А деда Шер нашел очень хорошее место для праздника. Ладно, Лунтик, пойдем. Я буду его украшать, и оно станет еще красивее. Пока, дядя Шнюк. Ага, до вечера. Э-э, послушай, Лунтик, место к празднику, о котором я говорю... Эй, осторожно! Привет, Вупсень и Пупсень. А вы делаете что-нибудь к празднику? Ага, траву жуем. А деда Шер нашел очень хорошее место. Пойдем, Лунтик, нам пора. Так вот, про то место. В общем, это... Ой, кто тут? Привет, Кузя. У тебя тоже есть задание? Ага, мы с Милой готовим сок из ягод. А мы с дедой готовим место для праздника. Да, мы, пожалуй, пойдем. А то не успеем его украсить. А чего там украшать? Главное, чтобы цветов было побольше. Деда, а на этом месте много цветов? Я вот и хочу тебе об этом сказать. Место, которое я нашел, вот оно. Оно неплохое. Тут тихо, просторно, ветер не мешает. Не хватает самого главного. Цветов. Деда, а что это за растение? Это папоротник. Хорошее растение, но очень скучное. И цветов на нем нет. Это никому не понравится. Я пропал. Деда, не волнуйся. Мы сейчас так украсим этот папоротник, что он сразу станет праздничным и веселым. Да. Теперь наше место для праздника самое темное. Деда, теперь все точно расстроятся. Деда, не волнуйся. Зови всех. Я кое-что придумал. Шершуля, а далеко еще? Вообще-то мы уже пришли. Шершуля, тут же очень темно. А где цветы? А где украшения? Тоже мне место. Похоже, праздника не будет. А, пойдем траву жевать. Подождите. Праздник будет. Раз, два, три. Папоротник, гори. Это же светлячки. Как красиво. Шершуля, как вы здорово придумали. А, а, да. Все, давайте праздновать. Ура! Благодаря Лунтику и его друзьям это был лучший праздник цветов. Ведь если постараться, то любое место можно сделать праздничным. Все были довольны и счастливы. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Заигрались. Лунтик, сходи, пожалуйста, за водой. А то я не успею к ужину с пирогами. Хорошо, бабуля. Я мигом. Можешь пригласить кого-нибудь. Ой, здорово. Можно позвать Кузю, Милу, Пчеленка. Жалко, что Тим и Диной уже спят. Ах, почему-то в домике светлячков горит свет. Интересно, кто же там не спит? Нет, Лунтик. Лунтик первым придет. А я говорю, Кузя. Нет, Лунтик. А я уже пришел. Привет. Заходи. Привет, Лунтик. Проходи. Я что, правда первым пришел? Да нет, это у нас игра такая. Сейчас увидишь. Тише. Всех разбудите, и нас заставят спать. И тогда вообще не поиграем. Смотри, я ее сам смастерил. Так это же я. А это Кузя. И Мила есть. Чья фигурка придет к домику пчел быстрее, тот и победит. Будешь с нами играть? Вообще-то я обещал Баби Капи воды принести. Да мы недолго. Какую фигурку выбираешь? Я себя возьму. Держи. Ну что ж, начнем? Что-то Лунтик задерживается. Раз, два, три. А Лунтик тебя опережает. Раз, два, три, четыре. Вот так. Мила выигрывает. Раз, два, три, четыре. А? Вы что, уже проснулись? Привет, Лунтик. Здравствуйте. Мы еще не ложились. У нас такая интересная игра. Ну вы даете. Скоро все встанут. Я пошел умываться. Сейчас моя очередь. Лунтик, ты же хотел Баби Капи воду принести. Сейчас, еще немножко. Я же почти выиграл. Уже стемнело. Ничего не видно. Вдруг что-то случилось. Лунтик! Лунтик! Нет, нет. Это неправильно. Я еще раз кину. Так нельзя. Сейчас моя очередь. Пока ничья. Теперь мой ход. Тим, Дина, вы идете гулять? А что, уже ночь? Конечно. Как ночь? Ничего себе, как я заигрался. Меня же бабуля ждет. Еще один ход, я могу выиграть. Последний ход и побежим. Лунтик! 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 Может, светлячки его видели? Эх, уже улетели. Шершуля, это же наше ведро. Оно с водой. Ура! Я выиграл! Ура! Я первым пришел! Лунтик! Бабуля, дедуля, смотрите, я выиграл! Лунтик, мы думали с тобой что-то случилось. Мы так переживали, а ты тут в игры играешь. Простите, я, я, я больше не буду. Да, знаю я эти игры. Так затягивает, что обо всем забываешь. Лунтик, нужно было принести ведро с водой и предупредить нас, что пошел играть, чтобы мы не волновались. Когда все дела сделаны и обещания выполнены, почему бы и не поиграть в увлекательную игру? Я выиграл! Шершуля, может, спать пойдем? А давай еще разочек. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на землю, где нашел много новых друзей. Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Сияние. Ой! О, а ну кыш отсюда, бесполезные букашки! Это почему мы бесполезные? Мы светим ночью. Ха! Ночью достаточно света Луны. Или фонаря. Да! А вы только мешаете! А ну летите с нашей полянки! Тим, Дина! Здравствуйте! Привет! Привет! А я вас и не узнал. А почему вы плачете и не сияете? Гусеницы сказали, что мы бесполезные и свет наш никому не нужен. Они говорят, что ночью света Луны достаточно и фонарики у всех есть. Это неправда. Ваш свет очень нужен. Кому? У тебя, например, тоже фонарик есть? Гусеницы наверняка сказали это просто из вредности. Ой, смотрите. Смотрите, у меня три тени. Только две из них очень тусклые. Может, вы сделаете посильнее ваш свет? Ну вот, совсем другое дело. Спасибо, Лунтик. Ты нас утешил. Ты прав. Не стоит расстраиваться из-за гусениц. Смотрите. Фонарик от ветра погас. А вам ветер не страшен. Смотри, Вупсень. Луну облаками закрыла. Не трусь. У нас же фонарики есть. А теперь нет. Что делать? Что делать? Хватит кричать. Мне страшно. Вупсень, ты где? Вупсень. Вупсень. Хватит меня трогать. Щекотно же. Вупсень, возьми меня за руку. По-моему, там кто-то есть. Нет там никого. Откуда ты знаешь? Ничего же не видно. Вдруг он затаился и хочет напасть на нас. Лунтик! Лунтик! А, помогите кто-нибудь! А, помогите! Вупсень, Вупсень, мы тут. Бегите к нам. А, на нас напали. Там так темно. И ничего не видно. Луну закрыла. А наши фонарики погасли. Вам наверняка показалось. В темноте всегда так. Да, Луна скоро выйдет. И снова станет светло. Стойте. Вы что, оставите нас в темноте? Вы же сами говорили, что наш свет бесполезен, что он никому не нужен. Зачем нам с вами сидеть? Мы лучше с Лунтиком поиграем. Стойте! Стойте! Может, мы с вами пойдем? Простите нас! И вовсе вы не бесполезные. Это я неправильно выразился. Ваш свет очень нужен. Не бросайте нас. Пожалуйста. Ладно, мы не в обиде. Скажите спасибо Лунтику. Если б не он, я бы до сих пор из вас огорчалась. Ну что, проводить вас домой? Да! Да! Домой! Домой! Да, спасибо! Спасибо вам, светлячки! Спасибо вам! Спасибо, светлячки! Спасибо, Лунтик! Вот так Лунтику удалось утешить светлячков и помирить их с гусеницами. Светлячки проводили всех домой, и гусеницы были за это им очень благодарны. Привет! Я Лунтик! Я снова с вами! Светлая миссия! Генерал, тревога! Пропал папа-жук! Ох, ребята, как хорошо, что вы здесь. Тучи закрыли луну, и дороги не разобрать. Мы с вами! И я! Малыш, в такую темноту лучше оставайся дома с Лунтиком. Мы скоро! Ты ещё маленький! Я не маленький! Подожди, малыш! Подождите меня! Подождите меня! Стойте! А-а-а! Лунтик! Папа нашёлся! Спасибо вам! Какие вы смелые! Лунтик, кажется, я никогда не смогу стать настоящим светвячком! Не переживай! Ты ещё будешь светить сильнее самой яркой лампы! Направо! Поберегись! К вечеру ждём с грузом! Ой, а как же они вечером дорогу домой найдут? А мы маяк включаем! Вон, видите башню? Вот это да! Вот! Почти маяк получился! Ой! Что случилось? Ребятки, не бойтесь! Видно, ветер где-то провод оборвал! Мы сейчас пойдём поищем, где обрыв! А вы пока посидите со свечкой! Капушка! Иду, иду! Смотри, малыш! Сейчас поставим на башню свечку, и получится у нас настоящий маяк! А маяк, наверное, тоже погас? Не видно лучика! Как же муравьи вернутся? Придумал! Нужно отнести свечку на маяк! Я с тобой! Я один не останусь! Только бы успеть! А! Свеча погасла! Лунтик, мне страшно! Что же теперь будет с муравьями? С муравьями? Я попробую посветиться! Я же светлячок всё-таки! Малыш, не бойся! Я же с тобой! Малыш, смотри! У тебя получилось! Лети скорее на маяк, а я догоню! Малыш, у тебя получается! Ещё как получается! Плывём туда! Ура! Отважный ты парень! Я решил каждый вечер дежурить на маяке! Мало ли что! Малыш, да ты стал совсем взрослым! Пусть это будет твоя миссия! Светлая миссия! Вот так маленький светлячок совершил большой и смелый поступок и смог победить свой страх, чтобы помочь друзьям! Светлая миссия! Светлая миссия! Светлая миссия! Субтитры создавал DimaTorzok